МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Всероссийская ярмарка». В течение 20 минут с вами буду я, Евгений Кочергин. Сегодня вы увидите. Можно ли завод Кока-Колы в Подмосковье считать отечественным предприятием? Закон о банкротстве. Судьба Рязанского завода по выпуску экологически чистой газовой аппаратуры. При каких условиях Россия удержит ведущие позиции на мировом рынке урана? Отечественный товаропроизводитель уже стал героем репортажей как в газетах, так и на телевидении. Сами предприятия желают одновременно инвестиций, налоговых льгот и заградительных тарифов для аналогичной продукции из-за рубежа. Однако практика предыдущих лет показала, что нет таких тарифов, которые заставили бы россиян отвернуться от импортных автомобилей из-за граничной одежды. И нет таких льгот, которые смогли бы автоматически повысить качество многих российских товаров. За недолгие годы рыночной экономики покупатель уже определился с собственными пристрастиями. Молоко, колбасу и конфеты потребитель выбирает отечественные, а бытовую технику хочет иметь импортную. Вопрос о том, кого нужно считать отечественным производителем и соответственно защищать, кажется легким только на первый взгляд. Например, является ли завод по производству отечественных стиральных машин «Вятка» национальным производителем, если технология производства на самом деле итальянская? Так ли уж страшно потерять «Жигулям» свой национальный статус, если изначально основой для моделирования автомобиля послужил «Фиат»? А сейчас «Волжский автозавод» надеется выжить за счет отверточной сборки «Опеля». Идеальным вариантом для отечественных производителей было бы получение инвестиций от российских партнеров, но их пока мало. А западных денег российские директора часто опасаются из-за боязни потерять самостоятельность в принятии решений. При этом они прикрываются декларациями о национальном достоинстве. Может быть, непатриотично называть построенный в России завод «Кока-Колы» отечественным предприятием, но на нем регулярно получают зарплату российские работники и налоги «Российская казна». Если производится товар, он имеет платежеспособный спрос. Если предприятие работает больше, чем в одну смену, благодаря иностранному инвестору, все равно речь идет об отечественном производителе. Отечественный производитель – это любой производитель, который производит товар на территории России. Нация здесь не имеет значения, чьи инвестиции не имеют принципиального значения. В развитых странах одной из основных форм защиты собственных производителей является поощрение экспорта произведенной продукции. И если мировые цены на нефть падают, то задача правительства – принять комплекс мер по поддержке нефтяных предприятий. Что касается отраслей, работающих на внутренний рынок, то здесь политика властей должна быть более твердой. Показательный пример – автомобильная промышленность и в частности ВАЗ. Дело дошло до того, что завод не только не улучшил качество производимых машин, но и перестал платить налоги. Стало ясно, что высокие пошлины на импортные автомобили только усугубляют кризис отечественной автопромышленности. Методы разумного тарифного регулирования работают только до определенного момента и только в ситуации, когда отечественные товары по-настоящему конкурируют с импортными. Сейчас это осуществляется вполне цивилизованным методом, потому что существует специальная правительственная комиссия, которая на основе серьезных расчетов, не прислушиваясь к воплям тех или иных лоббистов или производителей, а строго обсчитывая каждую группу товаров, определяется, каким должен быть заградительный тариф. Общий принцип, который здесь действует – защита отечественного производителя не должна бить по отечественному потребителю. Употребитель не должен оставаться в накладе. Товар, который он покупает, не должен быть очень дорогим. У предприятий для выживания есть один, пожалуй, основной путь – реформирование. Оно заключается прежде всего в проведении правильной маркетинговой и ценовой политики. Хотя директорат предприятий связывают реформы из-за нехватки оборотных средств, прежде всего с инвестициями. Зачастую они не осознают, что инвестиции – всего лишь заем, который когда-то в какой-либо форме придется отдавать. Каждое предприятие имеет свой путь решения кризисных проблем. Рязанский завод по выпуску газовой аппаратуры для автомобилей пытается решить собственную судьбу пока без помощи государства. Рязань – один из многих городов России, где главная экологическая проблема сегодня – это загрязнение атмосферы. Причем 54% выбросов происходит по вине автотранспорта. Между тем, в центре города находится предприятие, продукция которого способна сделать воздух в 2-3 раза чище. Рязанский завод автоаппаратуры – единственный в России завод, который специализируется на выпуске газового оборудования для транспорта. Когда-то, чтобы получить продукцию завода, заказчики выстраивались в очередь. И не только забота об экологии заставляла переходить на газовое топливо. Это ведь еще и экономично. Установка газового оборудования на легковую машину окупается за 40 заправок, а затем владелец машины начинает считать прибыль. Кроме того, срок жизни машины, которая работает на газе, увеличивается в 1,5 раза. Выгода налицо, и, наверное, стоило бы предположить, что Рязанский завод автоаппаратуры живет сегодня безбедно. Но в июле 1997 года предприятие было признано неплатежеспособным. И судом назначен арбитражный управляющий. Чем же объясняется этот парадокс? Получив свободу в период возникновения рыночных отношений, прежнее руководство не могло воспользоваться в нужном направлении этой свободы. И свобода привела к тому, что завод стал практически неплатежеспособным. И нам приходится принимать срочные меры для того, чтобы реанимировать завод. И у нас это получается, и мы его выведем. Но приходится начинать все сначала. И прежде всего завоевывать утраченные рынки сбыта и открывать новые. Партнерами рязанцев сегодня уже стали такие страны, как Болгария, Туркмения, Таджикистан, Иран. В прошлом году Рязанский завод автоаппаратуры участвовал в реализации программы Юрия Лужкова по переводу муниципального транспорта на газ. Завод выдержал жесткие условия конкурса и получил заказ и на этот год. Сейчас началась работа с Горьковским автозаводом. На газелях проходит испытание комплектов оборудования, работающего на сжатом газе. Аналогов нет ни в России, ни в мире. И если все пойдет удачно, а конструкторы завода в этом не сомневаются, то вполне вероятно, что уже с конвейера некоторые партии газели будут выходить с газовым оборудованием. Эти первые успехи окрыляют, но до полного выхода из кризиса еще очень далеко, и заводу требуется помощь. Через 12 месяцев заканчивается срок арбитражного управления, и тогда суд будет решать, признать завод банкротом и распродать его с молотка, или ждать еще раз шанс выжить. От того, на какую чашу весов падет правосудие, зависит судьба не только коллектива завода, который пытается сегодня спасти свое предприятие. Ликвидация Рязанского завода автоаппаратуры означала бы для всех нас упущенную возможность сделать наш воздух хотя бы чуть-чуть чище. В отличие от Рязанского предприятия, на знаменитой Бабаевке дела обстоят намного лучше. Эта кондитерская фабрика является показательным примером достойного отношения отечественных инвесторов к отечественному производителю. Шоколадные империи Инкомбанка называют сегодня холдинг из пяти кондитерских фабрик России, созданный на базе известной московской Бабаевской фабрики. Алексей Абрикосов, знаменитый фабрикант 19 века, организовавший это предприятие в 1804 году, мог бы гордиться тем, что дело его процветает и развивается. Фабрика не только по-прежнему производит лакомства и сладости, любимые всеми россиянами, но и является одним из лидеров отечественной экономики. Согласитесь, далеко не всем крупным российским предприятиям удалось сохранить сегодня объемы производства и тем более наращивать их. Был момент, когда наши кондитерские предприятия уступили своей позиции на российском рынке иностранным производителям. Некоторым удалось сохранить марку, но часть прибыли теперь принадлежит западным инвесторам. Бабаевке повезло больше. Около 30 миллионов долларов вложил в ее переоборудование и реконструкцию один из крупнейших российских банков – Инкомбанк. Установлены новые линии по производству шоколадных конфет с орехами, июмом и цукатами. И нам уже полюбилась новая продукция фабрики – шоколад с кокосами. Теперь руководство предприятия уверенно считает, что не за горами те времена, когда холдингу Бабаевское будет принадлежать более 30% всего кондитерского рынка России. Исконно российский банк и исконно российское предприятие нашли точки соприкосновения и начали работать на развитие, на подъем. Ведь растем мы, растет банк, мы совместно зарабатываем и финансы, и свое лицо. В шоколадный холдинг Инкомбанка, кроме Московской Бабаевской фабрики, входят такие предприятия, как Ротфронт, Сормовская и Новосибирская кондитерские фабрики и Челябинское объединение Юж-Урал-Кондитер. Все они работают успешно. И сегодня не возникает сомнений в том, что на сладком рынке России победу одерживают отечественные предприятия. Бабаевский холдинг – образец удачного сочетания сохранения традиций и современного применения рыночных механизмов. Если Бабаевская фабрика давно известна на всю Россию, то Краснокаменский завод по производству урана вы вряд ли вспомните. Он долгие годы был секретным объектом, однако специалистам всего мира его достижения хорошо знакомы. Небольшой городок Краснокаменск, уютно расположившийся среди забайкальских сопок, мало кому известен в России. В советский период его имя сознательно умалчивала пресса. Как-никак стратегически важный объект. Да и сейчас здесь, на урановом производстве, кстати сказать, единственном, стране перед вами не раскроют всех карт. И цифры реальной добычи энергоемкой породы не назовут. Выросшая чуть ли не на 10% доля российского урана на мировом рынке явилась одной из причин снижения мировых цен на это сырье. Впрочем, наша сторона, по недавно опубликованным сведениям Алексея Григорьева, заместителя генерального директора внешнеэкономической компании Нинатома Текснабэкспорт, на достигнутом останавливаться не собирается. И к 2000 году планирует еще в полтора раза увеличить свои экспортные поставки. Благо, мировое потребление этого продукта ежегодно растет на 4-5% за счет строительства атомных станций в Юго-Восточной Азии. К сожалению, мы долго не могли определиться и прийти к однозначному все-таки выводу и определить конечные свои потребности в нашей продукции, в урановой, прежде всего, внутрироссийской. Но сейчас эти вопросы практически полностью закрыты. Значит, мы четко представляем, сколько, чего, в каком виде, где и так далее нам нужно. Не секрет, что помогает производству и родное государство. Ведь ныне ситуация такова, что если не обеспечить объединению надежных инвестиций, эта сырьевая отрасль не выживет, а создавать ее заново – слишком дорогое удовольствие. К тому же нельзя терять и наши ценнейшие конкурентные преимущества на мировом рынке. А долю краснокаментского урана на нем вряд ли можно назвать даже минимальной. Мы занимаем там сегодня около 15%. А это весьма неплохой результат для того, чтобы рассчитывать на серьезную помощь. Поддержка эта в действительной степени очень значительна. И выражается она, если говорить о деньгах, я бы не хотел называть, поймите меня правильно, точные цифры, но она выражается десятками миллионов долларов в год. Это не просто какая-то разовая, так сказать, помощь. Но это совсем не значит, что переложив всю заботу на государство, сама отрасль перестала бороться за себя. Сейчас здесь разрабатывается целый ряд крупнейших программ, которым в будущем предстоит выступить своего рода экономической системой безопасности. Именно так эти программы именуют ныне в объединении. Речь идет о добыче золота, о перепроизводстве угля и, наконец, о строительстве завода по переработке цветных металлов. Как видите, планы не только весьма обширные, но и требующие гигантских денежных вложений, как на освоение обозначенных месторождений, так и на строительство перерабатывающих производств. Но краснокаменцев громадье планов не смущает. Ведь сегодня многие регионы страны задумываются о подобной системе безопасности. Здесь вопрос только в то и упирается. Как и где найти надежного инвестора? Впрочем, у объединения в этом направлении уже сделаны первые шаги. Как считает Георгий Клейнер, действительный член Академии естественных наук, многие предприятия сейчас в какой-то степени напоминают мюнхгаузенского коня, который пил и не мог напиться. Даже те деньги, которые попадают на предприятия в виде инвестиций, расходуются неэффективно. Они идут не на обновление производства, а на поддержание старых технологий. И как результат этого, выпуск неконкурентоспособной продукции. И вот эти проблемы сумели решить в Рыбинске на старейшем хлебокомбинате. Рыбинский комбинат хлебопродуктов, ныне акционерное общество «Рыбинск хлебопродукт», лидер экономики Ярославской области. Это старейшее предприятие города занимается хранением и переработкой зерна, применяя при этом новейшие зарубежные и отечественные технологии. Итак, знакомьтесь, генеральный директор предприятия Владимир Андреевич Бурау. Рыбинский комбинат хлебопродуктов – одно из крупнейших предприятий в северо-западном регионе. Главными видами деятельности этого предприятия является хранение и переработка зерна, производство комбикормов, производство круп различных видов. Элеватор емкостью 108 тысяч тонн построен из монолитного железобетона. Установленное на нем оборудование позволяет круглосуточно принимать и отправлять зерно по железной дороге, речным и автомобильным транспортам. Элеватор оборудован автоматизированной системой управления фирмы «Весна». Мельница рыбинск хлебопродукта – трехсортного помола пшеницы производительностью 250 тонн в сутки. Мельница также оснащена системой автоматизированного управления фирмы «Весна» с применением компьютерной техники. Система проста в эксплуатации, тем не менее, она ведет жесткий контроль технологического процесса. Завод комбикормов производительностью 330 тонн в сутки введен в строй в 1956 году и выпускает полнорационные комбикорма для крупного рогатого скота, мясного от корма свиней и для птицы. По заявкам заказчика, корма гранулируется. Производительность крупозавода – 200 тонн в сутки. На этом участке имеется прицеховой склад хранения готовой продукции. Крупозавод принимает заказы на выработку продукции из сырья заказчика. Мини-пекарня итальянской фирмы «Симмер» функционирует с 1995 года и способна производить 4 тонны высококачественного хлеба. Сотрудничество с фирмой «Симмер» продолжается, и площади пекарни расширяются. Девиз предприятия – качество. Контроль за ним осуществляют специалисты лаборатории и завода. Каждая партия сырья, поступающего на предприятие, и готовая продукция акционерного общества проходят комплексный анализ на соответствие государственным стандартам. Главной задачей специалистов нашего предприятия является выпуск высококачественной конкурентноспособной продукции по доступным ценам. Мы готовы к поиску любых форм сотрудничества на взаимно выгодных условиях с нашими партнерами. Основанный сто лет назад, сегодня «Рыбинск хлебопродукт» в авангарде экономики России. Анализ Центрального экономико-математического института показал, что реформирование предприятия становится успешным тогда, когда директора избавляются от комплексов и страхов, которые они приобрели в годы плановой экономики. А страхов много. Страх перед расширением производства, страх перед изменением структуры управления, страх перед содержанием научно-исследовательской сферы и страх потерять свои позиции на предприятии. Бывает безнадежно больного предприятия. Не бывает безнадежно больной экономики в целом. Бывает только плохо управляемое предприятие и бывает плохо управляемая экономика. Диагноз очень простой. Предприятия живут сегодняшним днем. Нет, отсутствует стратегическое мышление. Именно стратегическое мышление призвано объединить как бы и отдельные элементы предприятий и рассмотреть в надлежащем ракурсе рынок предприятий и объединить, и как бы проследить деятельность этого предприятия во времени. Вот этим, к сожалению, наши руководители сейчас не владеют. Ни стилем, ни стилем стратегического мышления, ни аппаратом стратегического планирования. Отечественного товара производителя нельзя поддерживать только административными методами. От этого он не станет производить более качественный товар, пользующийся спросом у потребителя. Если товар не покупают, значит он никому не нужен. Таковы законы рынка. И руководители уже понимают эти законы. Свидетельство тому появление на рынке все большего количества отечественных товаров, пользующихся высоким спросом. Если вам есть что рассказать, звоните в редакцию Всероссийской ярмарки. Наш телефон 911-7402. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok